Привет, дед, вы был, видел выпуск, дю, 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 бля, дудя, чё-то главный герой в ангаре, какой-то душный, как будто вдутый, блядь, ребята, я написал, вот подписывайтесь на мой телеграм, не просто так, я там высираю всякую хуйню, блядь, помимо там того, что я, во-первых, кстати говоря, помимо того, что в телеграме у нас уведомление о стрима, о стримах, это удобно, вот, ну там, что стрим начнётся через час, я там высираю какую-то хуйню постоянно, так вот, я посмотрел выпуск дудя с Ивангаем, и я скажу так, я, я давно говорил, Ивангай это супер талантливый чувак, это правда, он обладает ряд качеств, знаете, такой какой-то целеустремлённой организованностью, я бы называл это так, то есть, когда он чего-то хочет, он просто хуярит, повышает навыки и реально этого добивается, вот, вот это такой феномен человека, то есть, вот этих качеств, например, я лишён, то есть, а вот у него, блядь, вот такая хуйня, но, блядь, я послушал интервью, он там столько нёс просто несусветной хуеты, у него такой, показалось, маленький словарный запас, он так странно разговаривает, как будто он реально, блядь, под наркотой сидит, и в некоторых вещах, и там их достаточно, он несёт такой пиздец, просто, ну, тупорылый, блядь, как будто он не знает, о чём он говорит, но ему нужно что-то сказать, и просто какой-то набор несусветной хуйни, каких-то несвязанных слов, каких-то абсолютно выводов не по теме вопроса, просто, просто какую-то хуйню, блядь, если, типа, чё, там даже Дудь в некоторых моментах, он такой, как бы, вообще, просто, что нахуй, это было очень странно, это было супер странно, и реально пиздец, да, ну, а ещё Ивангай долбит наркоту, вот, да, Ивангай, это Богдан в мире блогинга, но вот, на самом деле, вот, Ивангай диссонанс вызывает, правда, он, он определённо, вот, прям чётко, я уверен, он правда талантливый чувак, вот, и знаете, это тот, тот, вот, тот человек, про которого я реально могу так сказать, он действительно талантлив, то есть, и он, он очень усерден, он не тупой, блядь, потому что тупой человек не в состоянии сесть, нормально, где-то обучиться, реально научиться, блядь, и при этом сделать нормально, то есть, тупые люди, они не способны на такое, это определённое, ну, это, у него есть интеллект, это правда, но, блядь, почему он у Дудя такой дегенерат, блядь, это просто чё? Я бы, вот, если бы я реально не знал, кто такой Ивангай, и я бы увидел это интервью, я бы подумал, что он дебил ебаный, просто тупейший, просто, уёбок, я слышал просто, блядь, такой, нахуй, блядь, что ты, что ты, блядь, говоришь, что ты несёшь, блядь, в общем, да, да, А ещё, конечно, знаете, жалко Ивангая, он в своё время проебал огромное количество денег, он мог бы заработать в сто раз больше, блядь, ну, из-за того, что он, не знаю, хуй какой-то, и он как-то вот, блядь, не думал, короче говоря, он заработал дохуя, но не так дохуя, как мог бы заработать, Он проебал настолько много денег, теперь просто, блядь, просто жесть, что просто вау, блядь, просто шок-контент, реально, он мог бы заработать, он мог бы столько заработать денег, просто пиздец Хотел бы интервью Вайтенко у Дудя, кому нахуй нужен там Вайтенко, вот за счёт этих... Ну а хули он веселье употреблял, но я так понимаю, он не только, он много чего употреблял, и... Да, конечно, сейчас Ивангай выглядит как немножко обдолбавшийся наркоша, но время не щадит никого, и ничего с этим не поделать, ребята Могу сказать одно, ребят, глядя на Ивангая, ещё раз убедитесь, наркотики это плохо Вот насколько бы вы не были талантливым, целеустремлённым, красивым молодым человеком, блядь, наркотики это полный отстой даже в их каких-то лайтовых проявлениях Это полная хуйня, блядь, вот просто полная хуйня, насколько бы вы пиздатым изначально не были Наркотики, блядь, это... Вы можете оправдывать их как угодно, эти наркотики, просто как угодно С научной точки зрения, не с научной, ещё как-то Это полная хуйня Может, стеснялся на интервью, это никак не объясняет то, что он нёс, понимаешь? Он, вот тут стеснение, он нёс просто... Короче, вот реально, Ивангай создавал впечатление, что он не знает, о чём он говорит Вот, у него задают вопрос, и во многих вопросах он не знает, что говорит То есть, он, он понимает, что ему нужно что-то сказать И он начинает нести просто... Просто хоть что-нибудь И вот он, он такой... И вот как-то на вопрос не отвечает Просто, блядь, что? Было очень странно Было очень странно, очень странно Кстати говоря, если бы не мой сосед, который ебашил дрелью Я бы не посмотрел Дудя, я вообще его не смотрю, Дудя Вот, эээ... Я всегда удивляюсь таких людей Вроде репутация есть, бабок дохуя, но опускаются до этого дерьма Те же кинозвёзды, например А ты про наркотики? Ну... Я скажу так, ребята Звёзды опускают наркотики, потому что перестают получать кайф от своей успешной жизни и от денег И в поисках лёгкого серотонина прибегают к наркотикам Это полнейшая хуета Это дело не в звёздах Эээ... Это... Блядь, чуваки, мы вот все, вот мы живём, блядь И мы в целом не испытываем постоянный кайф от процесса жизни, да? Мы не испытываем какой-то невероятный выброс гормонов, которые поднимают нам настроение При этом живём нормально Большинство людей, которые приходят к наркотикам, особенно звёзды И вообще люди, которые дохуя работают или что-то делают Или творческие Это связано с упрощением творческого процесса Это правда Дело в том, что определённые наркотики действительно упрощают восприятие своего творчества и его создания То есть это как допинг Ты делаешь какую-то хуйню, которая тебе кажется заебись И на волне этой заебись Высираешь её и она срабатывает То, о чём бы ты подумал 10 тысяч раз и не выпустил То, что бы ты не сделал Ты делаешь прекрасно под этими вещами Вот, касательно актёров и так далее Очень людей много, которые выгорают, например И они пытаются не поднять себе настроение То есть люди не, как бы, не ищут настроение прям вот как такового А ищут, скорее всего, такой способ защититься от выгорания какого-то Чтобы хоть что-то произошло Потому что они заебываются и так далее, и так далее, и так далее Людей, которые прямо ебашат наркотики только потому, что им весело, блять, смотреть что-то Или они настроение испытывают хорошее Их не так, на самом деле, много В основном вообще наркотики это средство избежать чего-либо, спастись от чего-либо Либо что-то там сделать Это всё побочные эффекты Это смех, блять, это поднятое настроение, ещё что-то Есть люди, которые принимают наркотики ради этого Но даже если у них покопаться, зачем они это делают Они часто убегают от проблем То есть причина приёма наркотиков совсем не заключается в получении хорошего настроения В большинстве случаев А она в другом таится у людей Поэтому как-то так и происходит Это бесплатно будет Курсом Курсы Курсы END